Стрелков перечислил украинские города, которые необходимо захватить Россию в случае войны. Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков рассказал о том, какие города Украины и российской армии стоит занять в первую очередь в том случае, если начнется полномасштабная война. В Харькове в случае чего разместят американцы и свою натовскую авиацию, и свои ракеты, и прочее. Там со времен СССР мощнейшая инфраструктура, заявил он. Также Стрелков назвал Днепропетровск центром, обеспечивающим Украину электричеством. Одесса – это то, что на Украине называют военно-морским флотом, но на самом деле это готовая военная база НАТО на Черном море. Не знаю, потребуется это или нет в данной ситуации. Да и Киев, хотя бы на какое-то время можно было бы занять, цитирует Стрелкова портал Военное дело. Ранее Игорь Стрелков рассказал, что необходимо сделать с Украиной для лишения ее возможности спровоцировать войну в будущем. Необходимо лишить Украину возможности в дальнейшем угрожать войной России, чем она занималась все последние семь лет. Для этого Украину необходимо разделить на части, необходимо вывести из ее состава русскоговорящие регионы, которые никогда Украине не принадлежали лишить ее армии. То есть, принудить ее к миру вооруженным путем и окончательно. Принудив ее к военно-политической капитуляции, к отказу от Крыма, от Донбасса, поскольку Минские соглашения мертвы, объяснил он. Армения отказалась признавать ЛДНРа. По словам пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унанина, Армения не планирует признавать ЛНР и ДНР. Об этом он заявил во время общения с журналистами. Союзники России по ОДКБ спешно заявляют об отсутствии планов по признанию ДНР и ЛНР, не желая ввязываться в проблемы России. Вслед за Казахстаном, который заявил, что о признании ЛНР и ДНР речи не идет, с таким же заявлением выступила и Армения. Такого вопроса в повестке нет, сказал Унанян СМИ. Он отметил, что Ереван желает, чтобы существующие между двумя странами, Россией и Украиной, проблемы были решены путем дипломатического диалога и переговоров, на основе норм и принципов международного права. Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации, отметил Унанян. Напомним, 21 февраля Путин принял решение признать независимость так называемых ДНР и ЛНР. Вместе с главами ЛНР и ДНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником они подписали договоры о дружбе и взаимопомощи. Поздно вечером в понедельник, 21 февраля, Путин официально признал непризнанной республики Донбасса и Луган.